Заплатить налоги за землю, квартиру, дачу и машину до 1 декабря обязаны все жители Алтайского края. Самый большой налог, как и в прошлые годы, транспортный. На него приходится совокупно 2 миллиарда рублей. Эта сумма несколько больше цифры прошлого года, примерно на 3%. Налог за машину должны заплатить 505 тысяч жителей. Налог за квартиру почти 850 тысяч, но общая сумма начислений прилично ниже. И еще меньший общий налог за владение землей – 631 миллион рублей. Завершается у нас рассылка налоговых уведомлений. В этом году их направлено в адрес наших налогоплательщиков 1 миллион 200 тысяч. Большая часть из них составляет уведомления, направленные в электронном виде через личный кабинет налогоплательщика, более 50%. Оплатить налоги можно разными способами. В личном кабинете налоговой службы, в мобильном приложении налоги ФЛ, на почте, в МФЦ или через госуслуги. Если раньше на портале показывалась только задолженность, то с 1 июля на госуслуги приходят и уведомления. Кроме того, здесь же можно их и погасить. Но прежде нужно дать согласие через личный кабинет в налоговой службе. Мы, безусловно, заинтересованы в расширении наших жителей, подключенных к этой услуге. Пока у нас только 45 тысяч физических лиц дали согласие на получение уведомлений через портал госуслуг. Но большая часть из них это, так скажем, дублирующие. И те, кто имеет личный кабинет, и те, кто решил получать их на портале госуслуг. При этом я, конечно же, все-таки хотел подчеркнуть, что все-таки более информативен, полезен и необходим этот личный кабинет налогоплательщика. На сегодняшний день общая задолженность жителей нашего региона по имущественным налогам превышает 3,5 миллиарда рублей. Должников ни много ни мало – 380 тысяч. В лидерах по ним владелец Мерседеста. Он должен государству 220 тысяч рублей. Добавим, злостных неплательщиков в скором будущем планируют списывать деньги с банковских счетов, минуя судебных приставов. Но пока это в разработке. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.